МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягульный Ужакен. Сегодня в выпуске. Жители Караганды довольны реализацией программы по благоустройству. Слова благодарности они высказывали Акиму Карагандинской области. Ирлан Кушанов посетил объекты благоустройства в Казбикбийском районе Караганды. Частица солнечной Грузии в Караганде. В шахтерской столице открыто почетное консульство Грузии. В мероприятие принял участие заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. В Караганде открыт реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями. Главный акцент в центре сделан на социально-медицинскую помощь в восстановлении о повышении жизненной устойчивости людей. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов совершил объезд по Казбикбийскому району Караганды. Поводом к поездке стала реализация программы по благоустройству. Глава региона побывал в обновленном сквере возле театра музыкальной комедии, поговорил с подрядчиками, которые ремонтируют дороги и теплосеть, а также побывал в Центральном парке культуры и отдыха. – Жители Караганды благодаря таким о Карагандинской области за то, что с каждым годом город расцветает. В нынешнем году в рамках специальная программа осуществляется благоустройство дворов и скверов. В районе имени Казбикбий благоустроено 4 дворовых территории. В благоустройство вошло установка спортивных элементов, детской площадки, асфальтирование, укладка брусчатки, восстановление освещения и многое другое. Местные жители отмечают, что теперь здесь отдыхают не только они, но и жители соседних дворов. Двор большой, можно сказать, со всех других дворов скапливаются здесь. Где-то что-то сюда приходят. Обязательно приходят, потому что рядышком ничего такого нет. Они не говорят, почему у нас не делают? Говорят, конечно. Говорят, спрашивают, задают вопросы. Почему мы выбрали именно этот двор? Потому что строитель 19 участвовал в программе развития региона в году 2021 год. Сейчас дворов мы включили на будущий год. Должны стимулировать. Согласны, да? Как стимулирование? Кто хорошо работает, мы им будем дворы делать. Ерлан Кушанов также проинспектировал ход работ по ремонту дороги на улице Гоголя от 7-й магистрали до перекрестка с улицы Ленина. Руководство подрядной организации заявило, что здесь будет укреплено основание дороги, а потом проложено два слоя асфальта. По этой улице у нас идет гранитный бордюк, пешеходный тротуар из площадки. И тротуар из площадки. Будет два слоя асфальта. Это нижний слой и верхний слой. 10 октября планируем закончить. В рамках программы в районе благоустроено 8 мини-скверов. Особое внимание уделено скверу перед театром музыкальной комедии. Здесь не только обновили пешеходные дорожки, установили новое освещение, но и предусмотрели тематику парка. То есть, если это сквер перед театром музыкальной комедии, то там на скамейках, как вы заметили, даже есть такие вот нотные знаки. То есть, музыкальная тематика. Далее, именно следуя традициям, обычаям, мы сделали там как шанрак. Шанрак дружбы, мира и согласия. И дорога идет к театру музыкальной комедии. Жители очень рады, благодарят. Реконструкции подвергнут и Центральный парк культуры и отдыха, вернее, его западная часть. Именно эта часть парка долгие годы была заброшена. Густые заросли стали идеальным местом для совершения различных правонарушений. Теперь же здесь появились благоустроенные аллеи и освещение. В будущем планируется организовать велодорожки. Решили власти проблему и с антисанитарными шашлычными. Теперь все владельцы пунктов общепита будут участвовать в конкурсе. Мы сейчас разделяем специально зоны для предпринимателей. И согласно конкурсу будет предоставляться подведено все коммуникации, канализации, вода и электричество. В этом году приведут в порядок 11 гектаров западной части Центрального парка. На это из бюджета выделено более 500 миллионов тенге. Что касается отремонтированных дворов, то Ерлан Кушанов особо отметил, что теперь за новыми горками, качелями, тренажерами и спортивной площадкой должен следить КСК. В случае повреждения власти за счет бюджета ничего восстанавливать не будут. Андрей Тен, Толиген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде состоялось торжественное открытие почетного консульства Грузии в Республике Казахстан. Консульство будет располагаться в центре бокса имени Серика Сапиева. В этом событии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Казахстан Зураб Байшидзе, а также заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. Карагандинский регион Казахстана расширяет свои экономические и культурные связи в мировом сообществе. Грузинскую сторону привлекает наша область, прежде всего, развитой экономикой, энергетикой, туризмом и культурой. Торжественная церемония прошла при участии представителей региональных и городских властей экономической и культурной элиты города. У нас два мероприятия сегодня. Один здесь в Караганде, в таком прекрасном месте, мы откроем официально почетное консульство Грузии в Караганской области и поздравляю почетного консула. Тузбекова жаната Рашидович на назначение почетного консула здесь в регионе. И потом у нас уже проводится тоже бизнес-форум. Во время ознакомления с офисом почетного консульства Грузии Заманбек Мирзаянов, представитель Казмунайгаз Интернешнл, открыл перспективы сотрудничества в энергетике между Казахстаном и Грузией. За последние три года число наших станций, которые функционируют под брендом Ромпетрол, выросло с 45 до 70. Импорт нефтепродуктов в Грузию вырос на 30% за последние три года. То есть это свидетельствует о бесспорном интересе грузинского рынка к светлым нефтепродуктам. И также повышен интерес к высококачественным нефтепродуктам, которые поставляет компания Казмунайгаз Интернешнл под брендом Ромпетрол, который соответствует уровню качества Евро-5. Кырганинская область, как самая крупная по территорию и промышленному потенциалу, представляет собой огромный интерес для сотрудничества. В связи с этим открытие консульского учреждения и назначение на должность почетного консула Грузии в Кырганинской области Ажаната Тусубекова будет способствовать развитию бизнеса с представителями двух стран. Казахстан, как одно из самых динамично развивающихся государств в Центральной Азии, является весьма важным стратегическим потенциалом для Грузии. Со дня установления дипломатических отношений нашей страны построили доверительное, взаимовыгодное сотрудничество, укрепили исторические дружественные узлы между нашими народами. А заместитель Акима Караганинской области Алмаз Айдаров отметил, что Караганинская область придает большое значение развитию отношений с Грузией. На протяжении многих десятилетий между Казахстаном и Грузией складывались дружеские отношения. Обе страны являются друг для друга важными стратегическими партнерами. В день открытия консульства, помимо торжественной части, для гостей была подготовлена развлекательная программа с участием известных вокальных и танцевальных коллективов Казахстана и Грузии. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. На трассе Караганды-Тимиртау очередное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пять человек были доставлены в областную больницу. Авария случилась ночью. В департаменте внутренних дел комментировать пока отказываются. Известно, что на карете скорой помощи доставили пять человек. Из них один, пострадавший от медицинской помощи, отказался. Сейчас состояние двух человек крайне тяжелое. Одной из которых специалисты провели операцию. Еще двое находятся в хирургическом отделении. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Вчера в областной медицинский центр поступили четыре пациента. Двое из них находятся сейчас в реанимации на искусственной вентиляции легких у них. А двое пациентов находятся в отделении хирургии. Одного из них травма головы, а у второго ушиб брюшной полости. Сейчас вся необходимая медицинская помощь оказывается им. Все необходимые обследования они проходят. В Караганде открыт реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями. Главный акцент в центре сделан на социально-медицинскую помощь, восстановление, о повышении жизненной устойчивости людей. Об этом шла речь на брифинге в региональной службе коммуникации. В ходе брифинга руководитель управления координацией социальных программ Максим Галиулин рассказал о проектах на следующий год. В 2018 году планируется внедрение службы Сурдо-онлайн по оказанию слуг по Сурдо-переводу в онлайн-режиме. Согласно проекту, лица, имеющие затруднения по слуху и речи, смогут получить интересующую информацию по видеоконференц-связи. Также было отмечено, что с 2015 года в Казахстане работает онлайн-поддержка для оказания психологической помощи для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. Основной задачей службы является оказание конституционной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, для создания условий к формированию психологического здоровья, благоприятного социально-психологического климата в семье и оказание психологической поддержки лицам, воспитывающим детей-инвалидов. Забронировать очередь на получение психологической помощи можно посредством телефонной связи как сотовой, так и домашней, позвонив на номер телефона 1411. На сегодняшний день в нашем городе у людей с ограниченными возможностями существует ряд проблем. Это отметил председатель правления добровольного общества инвалидов Карагандинской области Александр Ивкин. Это отсутствие должной транспортной инфраструктуры. Я могу привести такой пример, что, например, в Алма-Ате в настоящий момент существует более 800 автобусов, так называемых низкопольных, на которых могут передвигаться инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата. У нас в Караганде всего 30. Проблемы людей с ограниченными возможностями не остаются в стороне. Региональное управление прислушивается и решает эти вопросы. Бигзат Аликайдаров, Тулеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Добрый день, уважаемый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скиф. Просто сравни цены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В организациях и учреждениях Карагандинской области идет активное обсуждение перехода казахского языка на латинскую графику. Подключились к этому процессу и в областной детской библиотеке имени Абая. Здесь организовали специальную выставку, на которой рассказывают школьникам все плюсы перехода на латиницу. Переход на латиницу – это цивилизационный выбор. Выбор в пользу открытого и глобального мира. Меняется только графика, не сам язык. Об этом русскоязычным школьникам рассказали в областной детской библиотеке имени Абая, где организована специальная выставка. Мы считаем, что это нужно, важно и полезно, потому что очень многие страны мира используют латиницу. Во-первых, наше мнение, что, наверное, читать будет даже русскоязычным, русскоязычному населению Казахстана читать будет проще казахский язык. Уйдут многие гортанные звуки. Ну а сложность в том, что сложность будет немножко в написании, потому что многие звуки и буквы будут использоваться как двойные. Рассказ о новом алфавите сотрудники библиотеки построили в игровой форме. Ребятам было предложено прочитать казахские слова, написанные латиницей, а также написать свое имя латинским шрифтом. Детям эта игра понравилась. И пусть в своих рассуждениях они еще путают термины «латинский алфавит» и «латинский язык», но уже сегодня они готовы к изменениям. Ну, будет трудно, но это очень интересно, если я знаю все, ну, я знаю все, пока я не скажу два языка, английский учу. Если еще выучу английский, потом начну учить латинский язык, мне будет это очень интересно. Когда я узнала, что у нас появился латинский алфавит, я сразу удивилась. Хорошо знать много языков. Я его вообще не знаю, но когда мы начнем его изучать, я очень обрадуюсь. Когда появился латинский алфавит, мне сразу понравилось, но будет трудно его учить. Ну, как-то будет трудно, но все равно будет интересно. Хоть трудно, но все равно надо учить. Сотрудники библиотеки подчеркивают, что идея перехода на латиницу в Казахстане – это еще один прогрессивный шаг вперед, подготовка к новому этапу развития. Это правильное решение, которое отвечает национальным интересам нашего государства. Это позволит нашей стране еще больше интегрироваться в мировое пространство, а казахстанской молодежи – развиваться и самосовершенствоваться. А эти пятиклассники вообще без труда воспримут новый алфавит казахского языка, уверены библиотекари. Гульнур Жакен, Андрей Тимофеев, Тульген Рашитов, Андрей Тен, Первый Карагандинский. Воспитание патриотизма через отечественный кинематограф. Скоро в широкий прокат выйдет художественный фильм «Ангел в тюбетейке-2». Продолжение известной картины Жакена Айманова, снятого еще в 1968 году. Со студентами Карагандинского медицинского колледжа встретился исполнитель одной из главных ролей – актер Алимгазы Райнбеков. Первая работа в кино Алимгазы Райнбекова – роль легендарного казахского борца Кожимукана Мунайтпасова. Было это в далеком 1965 году. В тот год Алимгаза Ата стал победителем турнира по казахской борьбе на призы Кожимукана. Фильм поставил Шаки Найманов. Спустя несколько лет он снял легендарную комедию «Ангел в тюбетейке», куда пригласил и Алимгазы Райнбекова. В следующем году фильм отмечает полувековой юбилей. Сегодня подошли к концу съемки продолжения «Ангел в тюбетейке-2», где также одну из главных ролей сыграл Алимгазы Райнбеков. Режиссер Киргиз Найзабек Садыков, сценарий написал Кусман Чалабаев, и он за свои бюджеты снимает вот этот фильм. Мы закончили фильм 20 августа. Последний Абая снимали, памятник Абая. Вот точку поставили. Сейчас «Ангел в тюбетейке-2» монтаж делаем, озвучивание делаем и в будущем, в ноябре, покажем, на экран выйдет наш фильм. Помимо Алимгаза Ата, в картине принимают участие и другие актеры из первого фильма – Бибигуль Тулегенова и Шолпан Алтайбаева. Съемки проходили в поселке Кызыласкер Алматинской области, а также в Алматы и Астане. Необходимо отметить, что визит актеров Карагандинский медицинский колледж не случайен. Руководство учебного заведения таким образом намерено повысить интерес у студентов к отечественному кинематографу. Нынешняя молодежь, к сожалению, даже не знают про такой фильм, как «Ангел в тюбетейке». Мы позвали главного героя этого фильма, чтобы на его примере показать студентам правильное отношение к жизни. Кроме того, можно узнать много интересного из мира кинематографии. Это мероприятие мы проводим в рамках программы «Рухани Жанру». Фильм «Ангел в тюбетейке-2» выйдет в ноябре следующего года, к 50-летнему юбилею первой картины. Отметим, что фильм «Ангел в тюбетейке» получил свою популярность не только из-за забавной истории, но также благодаря блистательной игре главных актеров. С тех пор картина стала популярна не только среди взрослого поколения, но также и молодежь с негаснущим интересом по сей день смотрит созданную Шекином Аймановым комедию. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Боксерский поединок Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем Альваресом будет транслироваться в Караганде на трех LED-экранах. Возле Дворца культуры Горняков, Дворца культуры Нового Майкудука и Дома Дружбы. Кроме того, трансляция будет идти в центре бокса имени Серика Сапиева. Вход платный. Бои в прямом эфире покажут республиканские телеканалы. В преддверии поединка в Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция. Традиционная дуэль взглядов между Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом состоялась на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе. Тренер Головкина Адель Санчес отметил стопроцентную готовность своего подопечного. А наставник Канело Хосе Рейноса напомнил Санчесу, что хоть у Геннадия и мексиканский стиль, зато у Альвареса есть стиль, сердце и что он сам мексиканец. Геннадий подчеркнул, что этот день важен не только для них с Канело, но и для всего бокса и назвал этот поединок историческим. Также он намерен вернуть домой все свои пояса. Это будет нелегкий бой, как для меня, так и для него. Я думаю, что несколько раундов будут очень близкими. Он будет изучать мою стратегию, а я его. Но мне кажется, что вторая половина будет гораздо ярче. Она будет сумасшедшая, это будет похоже на уличную драку. Так что большой день грядет. Время боя с самым сложным оппонентом в карьере приближается. Я очень взволнован. Сауль Альварес сказал, что бой будет трудным, но он к нему готов и пожелал, чтобы все болельщики получили наслаждение от его просмотра. Я готов и все. Все, что хочу сказать сопернику. Слушай, давай подарим болельщикам отличный бой. Бой Головкин-Альварес состоится 16 сентября на Т-Мобайл-арене в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе. Сауль – титул линейного чемпиона по версии журнала «Ринг». Трансляция вечера бокса начнется 17 сентября в 6 часов по времени Астаны. Как стало известно, поединок между Головкиным и Альваресом начнется в 8.50. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау, Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова